Но всего этого обзора не случилось бы, если бы ребята не сделали такую штуку. На сухую. Страгивается около 600 грамм и скользит в принципе в том же диапазоне, опускаясь иногда до 400. Сликхани. Страгивается где-то грамм с 200 и свободно скользит около 100-130 грамм. Смазка Flow. Страгивается на усилие около 300-400 грамм. Да, 400 грамм. И скользит около 150 грамм. Max Wax Le Grease. Смазка, которую захейтили за то, что она в мороз очень сильно густеет. Ну, не знаю. Я пробовал класть всё это дело в морозилку. И вот это, и вот это, и вот это. Ну, видимо, слишком жаркое лето было. И смазки быстро согрелись. Поэтому сильно большой разницы я не почувствовал. Сей опыт с смазками, с их взрослеванием я повторю зимой. Выставлю их на балкон и прям там потыкаю в них какой-нибудь палочкой. Может быть, это даже попадёт на видео. Итак, страгивание. Примерно 250. Искоржение около 120. Ну, действительно хороший результат. Да, я знаю, что это всё псевдонаучная ерунда, то, что я сейчас делаю. Абсолютно псевдонаучная. Но это всё-таки чуть более надёжная штука, чем пальцевый тест. Amsoil Arctic Grease. Её однажды посоветовали мне в комментариях. Я действительно её приобрёл и её периодически использую. Ну, для самых дешёвых вилок, когда там, ну, знаешь, уже всё, типа, без шанса. Пум. Пробуем. Страгивание около 350 грамм. Скоржение около 160. Тоже довольно неплохой результат. Но с Олегхани пока всё-таки лучше. Ну, каждый раз это всё дело из-за пропиловым спиртом обезжиривается и приводится в полный порядок, чтобы всё чистенько и более-менее справедливо. И, если честно, когда я сравниваю смазки, я обычно сравниваю их по три раза. Каждый раз перемазываю, перечищаю. По три раза всё это прогоняю, записываю всё это дело в табличку. Потому что слишком всё это такое, знаешь, на тоненького и неточно, и вообще ужасно. Неправильно это всё так делать. Но прибор, извините, сделать у меня руки не доходят. Короче, смотрим дальше. Ты видишь страгивание? Я нет. Я его даже не чувствую. Вот, 200 показало. Давай разгоним её ещё. Так, ну-ка. 200 с трудом. А при общем скольжении 60. 60 грамм всего! Чудо не случилось. Настюаж 0 по-прежнему является самой скользкой из моих смазок, имеющихся у меня. Эту смазку я буду по-прежнему использовать для нанесения на пыльники. В принципе, как и вот эту тоже можно, и вот эту тоже можно. И вот эту тоже можно наносить на пыльники. А это всё-таки слишком такая она, такинез, да? Ну, слишком она жирная, и она будет уже плохо сниматься пыльниками полностью. А все вот эти вполне себе подходят. Это у нас Amsoil Arctic Grease, это у нас Slikani Max Vax. И именно этим ребятам мы обязаны тому, что сегодня увидели. Но данная смазка не единственный их продукт. Мне сразу прислали много всяких штук попробовать. Тут очень лакшери упаковка такая, если честно. Такая прям G-Dot. Ну, типа, свои шуточки. Попробовал я вот эту смазку. Это парафиновая смазка для цепи. Ну, парафиново-сковая композиция. Фишка этой смазки в том, чтобы высыхать очень быстро. Вот. Она, конечно, там может загустеть немножко. Это нормально. В инструкции об этом написано. Там в самой упаковочке лежит инструкция, в которой об этом написано. Что перед применением может быть нужным нагреть её и хорошенечко растрясти. Вообще говоря, подход к упаковке этой смазки отдельного уважения заслуживает. Бумага прям вот такая, знаешь. Раньше считалась более дорогой. Всё прям как есть. По ресурсам. На моём опыте получилось у неё, да, после первого нанесения примерно 50 километров она у меня продержалась. И дальше средний ресурс у неё составлял примерно километров 70, может быть, 100. До 200 на шоссе, да, может быть. Может быть, потому что я использовал её всё-таки в кросс-кантри. Здесь чётко прописано, как её наносить и о том, что смазка быстросохнущая. Самое главное. То есть, эта смазка нужна не для, на мой взгляд, не для постоянного использования её в качестве основного смазочного материала. В тех составах всё-таки растворителем является вода. Здесь растворителем являются достаточно летучие штуки, ну, быстросохнущие углеводороды какие-то. И её фишка именно в том, что вы можете нанести её экстренно. То есть, если вы прям почувствовали, что всё, у вас цепь кончилась, а ждать около условных, там, 40 минут для высыхания, минимум, что я встречал на смазках парафиновых, ну, давайте вспомним, типа, всякие вот Max Wax и... Так, тюбиков от другого производителя у меня сейчас под рукой нету, а Дайтона есть. То есть, ну, всякие такие производители, они сохнут действительно долго. Вот эта штука высыхает, ну, где-то минут, наверное, 10. Ну, по моим ощущениям. То есть, можно достаточно быстро продолжить движение, если ты вдруг понял, что у тебя цепь пересушена и звенит уже как бусы. Но наносится эта тема только на запарафиненную цепь, то есть, на подготовленную парафину, либо обезжиренную, либо уже использующую парафин. То есть, в качестве экстренной смазки, да, вполне себе. Но держится она из-за своего состава, из-за того, что она быстросохнущая, она, повторюсь, что меньше, чем другие, скажем так, классические композиции на водной основе. Ну, всего этого обзора не случилось бы, если бы ребята не сделали такую штуку. Ну, казалось бы, реклама так себе, потому что там претензии, там претензии, все нюансы, всё рассказал. Ради чего? Ради вот этого. Вот этот дегризер меня в работе очень-очень-очень радует. Я не особо люблю углеводороды, потому что они всё-таки горючие, всё-таки, ну, и воняют, и для здоровья не особо полезно. И очистители на водной основе мне нравятся. И вот эта штука меня прям очень радует, особенно после того, как закончил обслуживать вилку или аморт. Она снимает свеженькое масло просто вот на изи. Возможно носить её как в виде пены, ну, с пенкой вот такой, так, и если снять вот эту специальную насадочку, да, они как раз позиционируют, что их продукт можно использовать в качестве пены. Потому что пена, допустим, если мы моем трансмиссию или очищаем трансмиссию перед нанесением парафиновой смазки, пена эта штука удобная, потому что она покрывает, показывает хорошо, что она покрыла, стекает долго, то есть не испаряется быстро жидкость, она не высыхает. То есть, ну, время работы в жидкости, оно увеличивается. Ну, если снять вот эту специальную насадочку, то получаем обычный распылитель. То есть уже он не пенный, а обычный. Я использую в таком вот виде, потому что в первую очередь применяю эту штуку для того, чтобы очистить после сервиса вилку или аморт от масла. Использовать для этого большое количество изопропанола оказалось достаточно неэффективно, потому что, чтобы снять масло с помощью изопропанола, надо пройти по всем углам, пролезть салфеткой. Это не работает. Чтобы использовать, допустим, вот такие штуки, да, которые напором сбивают просто масла, ну, тоже не совсем эффективно, потому что в некоторых местах они выбивают смазку оттуда, где ее хотелось бы оставить. А вот побрызгать вот этой пенкой и сполоснуть водичкой, и потом получить чистую, без масла поверхность, это действительно офигенно работает. Поэтому мастерским я категорически советую попробовать. Не то, чтобы прям затаривайтесь ящиками. Нет, попробуйте, попробуйте. Может быть, вам тоже понравится, потому что наносим ее. Держать долго нельзя. В составе есть щелочь, но она... Но ее там немного. Надировку я еще не портил. Ну, больше пяти минут, правда, не держал пену на поверхности, на рабочих поверхностях. Лучше не стоит рисковать, на мой взгляд. Даже если щелочи немного, надировку все-таки попортить можно. Но масло смывает свеже нанесенное прям вот на ура. Мне очень понравилось. И обзор долго ждал я, тянул до последнего, не выпускал. Появились у них в наличии пятилитровые канистры. То есть, мы берем вот такую штуку, попробовать, да, с диспенсером, с вот этим, с брызгалкой. И смотрим, как нам больше нравится с пенным дозатором, да, или без него. Попробовали. И дальше штука удобная. Ну, я имею в виду саму баночку. Она реально удобная. У меня всякие разные емкости используются для нанесения разной химии, в том числе обезжиривателей и white spirit. Покупая их в десятилитровых канистрах, я к этому привык. И ребята, наконец-то, вылетели на Озон. То есть, на Озон, это самая удобная, на мой взгляд, площадка для покупок сейчас. Пятилитровые канистры. То есть, берем, попробовали, понравилось. Взяли пятилитровую канистру, заливаем, не переплачиваем за тару каждый раз. Прямо крутое решение ребятам. А, кстати, у них есть еще и шампунь в таком виде. Но шампунь я довольно быстро уработал. И баночку, к сожалению, не сохранил. Шампунь тоже хорошо справляется. Ну, просто обычный шампунь. Не скажу, что он там абсолютно безвредный. Не проверял его на совместимость с тормозами. Но, судя по составу, тормозами поливать тоже можно. Главное, хорошо сполоснуть после применения. Грязь он удаляет неплохо. Ну, именно ту грязь, которая скапливается на трансмиссиях. Не то, чтобы ты побрызгал, у тебя все идеально кристально чисто. Чудес не бывает. Побрызгал, если сильно загрязненная трансмиссия, да, ее придется потереть. Может быть, сполоснуть, может быть, потереть и побрызгать еще несколько раз. Но, блин, штука очень хорошо удаляет свежее масло. С этим не поспоришь. Прям отличный вариант. Именно обслужил, все в масле. Побрызгал, чуть-чуть потер губкой. Сполоснул. Все, красота, чистота. Вещь как новенькая. Ссылочки, естественно, я оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok